приветствую всех на канале очередной автомобиль к нам приехал это hyundai ионик чистая электричка то у нас приезжают машины с электрическими вопросами то сейчас как-то по очереди начали приезжать автомобили с шумом продвижения сейчас не знаю будет ли это слышно на камере сейчас постараюсь передать звук будет он или нет так такой вот у нас ионик и вот такой вот у нас стоит двой в моторе кстати пробег на автомобиле 113 тысяч 945 километров так сейчас попробую это же звук показать снизу а вот у нас идет откуда ваш ум прямо с мотора и самый сильный шум идет как раз вот этого места ночью теперь будем снимать мотор и вскрывать его и кстати говоря это как раз тот случай когда здесь мотор снимается проще чем коробка моторчик всего лишь на все вот он малюсенький моторчик и даже привода снимать не надо потому что они остаются на редукторе то есть сейчас снимем мотор и вскроем посмотрим что с ним сняли мотор конечно на электромобилях моторы снимать гораздо удобнее чем на бензиновых на двигателях у меня сгорания бензиновый дизель не важно в общем сняли мотор сейчас будем его вскрывать а а так выглядит этот моторчик достаточно компактный не знаю какая мощность может быть найду и здесь видео приложу так вот уже видно наша обмотка сейчас оценил разъем здесь сниму переднюю крышку и буду добираться до подшипника так заодно хочу сейчас проверить десанты ли он шумит или нет вот у нас есть шуруповерт и здесь есть шестиграничек такой заглушка и сейчас шуруповертом попробую вращать и посмотрим шумит он или нет хорошо слышно как идет шум и опять таки он идет с этой стороны еще раз так что в принципе у нас подозрения подтвердились это и не было удивительно в общем продолжаю разбирать так вот так вот выглядит резольвер и здесь интересно что внутренняя вот эта звездочка она идет наш полночном пазу но фиксируется видимо вот эта вот часть она на горячий нагревается потому что она чуть цвета побежалась на ней есть и она нагревается и на горячий садится на вал ротора и нам для того чтобы заменить подшипник потому что подшипник одевается на ротор и он по диаметру как посадочное место этих колец то есть его в любом случае снимать и потом соответственно тоже будем нагревать тоже сажать потому что здесь нет ни резьбы ничего в общем сейчас тогда откручу 3 фазы и откручу крышку а вот так вот выглядит охлаждение рубашка охлаждения находится снаружи статора при этом сам ротор у нас не охлаждается по крайней мере через него антифриз не идет над если стоит асинхронный мотор у него белича клетка замкнутый контур в роторе а здесь у нас синхронник и на роторе стоят магниты в общем любом случае буду доставать час его но и за счет магнитов он очень сильно примагничивается к статору и это иногда вызывает некоторые проблемы да и кстати забыл сказать что здесь такая металлическая прокладка прямо как прокладка на двигателях внутреннего сгорания подголовка блока и там многослойная здесь однослойная металлическая но сомневаюсь что мы найдем потому что скорее всего и электромоторы не разбираются поэтому возможно ее будем смазать герметиком то что не хотелось бы чтобы после нашего ремонта антифриз попал в внутрь мотора что делается скрыт слышу зуб пока как она может скрыть это не тесла вски мотор разбирать это и он так еле вытащили здесь стоят магнитами это не тестовский мотор поэтому здесь еле-еле смогли вытащить его и сейчас отключу вот эту крышку крышку откручу вот эту и что подшипник вытащить корпуса ну а дальше уже съемником будем спрессовывать крышку Куар-код даже на этот налетили. А вот и снятый ротор, в принципе он достаточно компактный, при том, что с этого мотора, а вот сам статор, при том, что с этого мотора снимается 80 киловатт или 120 лошади. Вот такой вот моторчик с водяным охлаждением и аж на 80 киловатт. Так, в общем, здесь подшипник стоит на стопоре. Сейчас стопор сниму и буду снимать его. А с этой стороны нужно сначала будет снять импульсное колесо энкодера. Пришли подшипники, но есть одна проблема. Эти подшипники, они, кстати, по размеру, они идентичны Тесловским. Но есть одна проблема. Тесловские, они идут в стандартном размере. Единственное, что они идут с керамическими шариками. Это мы сюда заказали с остальными, так как это тоже подшипник идет с остальными шариками. Но есть один момент, что по диаметрам обоймы, внутренним и наружным, они абсолютно идентичны. А высота подшипника у стандартных 14 миллиметров, а у этого 15. И 15 миллиметровых подшипников мы нигде не нашли. Поэтому будем выходить из положения с помощью колец. Сейчас заказали кольца миллиметровыми и будем компенсировать высоту подшипников этими кольцами. Кстати говоря, вот можно сравнить ротор. Это мы сейчас ремонтируем Тесловский мотор. А вот это ротор с Ионика. Здесь это с синхронника. Здесь неодимые магниты. А это у нас асинхронник. Короткозамкнутый ротор, беличья клетка. И за счет того, что здесь магниты, этот ротор мне напоминает Россию, которая захватывает все, к чему прикасается. Поэтому с ним нужно быть осторожным, потому что он все притягивает. И грязь, и металлическая пыль где-то, или еще что-то. И болты, стопора. Даже инструмент пытаются захватить. Вот такой вот ротор. В общем, сейчас буду собирать его. И устанавливать будем на автомобиль. Точно как Россия все пытается захватить. Он тяжелее, чем Тесловский. 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 так сейчас тест-драйв вернее тест-драйв а испытание будет шум или нет тихо, красиво все, теперь можно будет его устанавливать на автомобиль а сейчас будем вскрывать секретный заговор мировой что вечных двигателей не бывает вот у нас здесь шуруповерт на 12 вольт мы сейчас выставили переменку и посмотрим сколько мы будем генерировать энергии с 12 вольтового шуруповерта аж 40 вольт сейчас буду более продолжительно 43 вольта то есть можно с 12 вольтового шуруповерта сгенерировать 42 вольта и если теперь поставить через понижайку и запитать шуруповерт то вот и будет вечный двигатель хотя это для тех кто верит в теорию заговора а если всего лишь немножко подумать то понятно, что это все ерунда так, все, мотор он установлен и сейчас можно будет сделать тест-драйв так, естественно, тест-драйв я поехал на тест-драйв а ты масло, мотор залил блин, нет так, продолжаем наш тест-драйв шумов никаких нету мотор работает тихо в принципе, так как и должен работать электромобиль поэтому, в принципе, сейчас еще раз проверяем уровень антифриза доливаем, если есть необходимость и, в принципе, можно автомобиль выпускать отдавать владельцу вот такая вот у нас подряд несколько автомобилей с механической неисправностью с шумом редуктора или с шумом мотора и все три автомобиля это корейцы но, кстати говоря, корейцы мне очень нравятся в этом смысле они идут 7-мильными шагами у них каждый с каждым новым автомобилем есть какие-то сумасшедшие обновления и это очень приятно они уже обогнали многих европейских производителей но, я думаю, что китайцы очень-очень близко к корейским автомобилям и, наверное, все-таки в лидерах останутся китайские автомобили или же автоконцерны, которые сотрудничают с китайскими делают совместные автомобили как недавно я катался на полстаре втором очень понравился тот автомобиль очень сбитый дорогу просто едет как по рельсам в общем, остались одни положительные эмоции конечно, цена у него пока что сильно заоблачная но в скором времени, возможно, и цены у них будут более гуманными когда придумают какую-то химию которая будет стоить дешевле и будет на больший пробег в общем, все впереди мы сейчас только в начальном этапе становления электричек еще лет 10-15 назад это была диковинка сейчас уже чуть ли не каждый ну, не буду говорить сколько но очень много автомобилей у нас сейчас электрических по крайней мере в Украине в общем, если вам нравится такой контент то подписывайтесь на канал ставьте лайк до скорой встречи всем пока да, и всем мирного неба на голову и не забывайте, что диктаторы приходят и уходят а планета остается поэтому не надо вестись на диктаторов нужно жить и радоваться жизни всем до скорой встречи всем пока до скорой встречи Продолжение следует...